О ежегодной пресс-конференции компании «Шкода» мы обычно рассказываем прямо с места событий, но в этом году всего лишь смотрели интернет-трансляцию из чешского дома в Москве. Оказалось, что российский рынок оказался вообще единственным, где «Шкода» смогла нарастить продажи в 2020 году почти на 7%, тогда как в Китае, например, спрос у «СОК» более чем на треть. Больше влияние на год 2020 на самом деле имел рапит и корок, потому что «Охтаву» мы привели только в самом конце города, в последнем портале. Да, машина делает именно то, что она должна делать. Она очень привлекательная, красивая, и я верю, что особо 2021 год покажет, что она очень успешная. Минувший год «Шкода» считает удачным, ведь в седьмой раз в своей истории смогла реализовать более миллиона автомобилей. Заодно компания официально объявила то, что уже анонсировали боссы группы «Фольксваген». Напомним, что глава концерна «Герберт Дис» еще три года назад скомандовал перепозиционировать вес марок и нарезать мировой рынок на зону ответственности. По замыслу немцев «Шкода» вернется в нижний сегмент рынка. В буквальном смысле это означает появление доступных версий у всех существующих моделей. Российскому «Короку», например, уже в этом году обещан некий новый мотор, хотя трудно судить, что может быть дешевле древнего атмосферника 1.6. Кроме того, «Шкода» теперь курирует развивающиеся страны – Россию и СНГ, Северную Африку, а теперь еще и Индию с Юго-Восточной Азией. Воплощать стратегию позвали необы кого. С осени генеральным директором «Шкоды» вместо Бернхарда Майера назначен Томас Шефер, который ранее возглавлял южноафриканское представительство группы «Фольксваген» и явно считается специалистом по странам третьего мира. Главенство «Шкода» на нашем рынке мы уже заметили. Седан «Фольксваген Поло» отправлен в отставку, а вместо его модернизированной версии мы получили лифтбэк – клон «Шкоды Рапид». На очереди – компактный кроссовер «Фольксваген Таус», который скоро начнут выпускать в Нижнем Новгороде, где уже делают родственную «Шкоду» «Корок». К слову, за разработку очередного поколения «Пассата» тоже отвечает «Шкода». С 2023 года и «Пассат», и четвертый по счету «Супер» будут выпускать в «Младо Болеславе». А завод в Квасинах бросит силы на «Кодиак» и «Фабию Универсал». На нынешний год у самой «Шкоды» запланированы четыре премьеры. Помимо новой «Фабии», которая раскроется в мае, европейской публике покажет купеобразную версию электрического «Эняка» и рестайлинговый «Корок» и «Кодиак».